19 ноября во Дворце культуры Металлург состоялся Ташкентский областной этап смотра конкурса, проводимого по инициативе Комитета Сената Улей Мажлиса по вопросам женщин и гендерного равенства «Активист гендерного равенства» и областного этапа национального конкурса Республиканского общественного женского совета «Женщина года». Мероприятие приняло участие Хаким Ташкентской области Заир Мирзаев, отметивший, что в нашей стране действует стратегия достижения гендерного равенства в Узбекистане до 2030 года, утвержденная 28 мая на 15-м пленарном заседании Сената Улей Мажлиса. Реализация документа позволяет чаще назначать женщины руководящей должности, устранять гендерный дисбаланс в госорганах через систему временного акватирования, предупреждать случаи притеснения и насилия в отношении женщин на рабочем месте и другие. Впервые в истории Узбекистана количество женщин в национальном парламенте достигло уровня 32%. Страна занимает 37 место среди 190 стран по этому показателю. Доля женщин в политических партиях достигла 44%, в сфере высшего образования 40%, в предпринимательстве 35%. Женщины широко привлекаются в информационно-коммуникационную, инновационную, энергетическую, инженерную сферы. Для социально-экономической поддержки женщин, адресной работы с ними, внедрена система женской тетради. Действует система покрытия расходов на обучение нуждающихся девочек, потерявших родителей или одного из них. Одиноких женщин, не имеющих кормильца, удвоенное количество грантов для девочек из малообеспеченных семей при поступлении в высшее образовательное учреждение. Хаким Ташкентской области Заэр Мирзаев поздравил всех учеников Ташкентского областного этапа смотра конкурса «Активист гендерного равенства» и вручил призы его номинантам. Примечательно, что победителем номинации «Самая активная государственная организация в обеспечении гендерного равенства» признана акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат». А затем 22 женщины, представляющие города и районы столичного Вилаята, продемонстрировали свои умения, знания и таланты в трех турах областного этапа национального конкурса Республиканского общественного женского совета «Женщина года». Честь нашего города защищала предприниматель Зульфия Усманова, по инициативе которой в «Алмалыке» действует частный детский сад, учебный центр. В ходе конкурсной программы все участницы в творческой форме рассказали о себе, своей деятельности, планах на будущее. Своеобразные визитные карточки помогли раскрытие творческих способностей там. Затем участницы конкурса устно ответили на вопросы жюри, включающие проверку знаний в области законодательства, трудового права, гендерного равенства. А самыми яркими и интересными моментами конкурса стали выступления участниц, демонстрирующие, какими талантами обладают наши милые дамы. Исполнение песен, танцев, декламация стихов и артистическое выступление в сценических миниатюрах были встречены зрителями громкими аплодисментами. Подводя итоги, жюри высоко оценило выступление каждой участницы, объявив имена номинантов. А победителем областного этапа национального конкурса Республиканского общественного женского совета «Женщина года» признана учитель начальных классов Пскенского района Азиза Икра.